Могучий жезл, помоги, волшебству нас научи. Сюжет спектакля довольно простой. Главный герой по имени Тимур, как и многие дети, не любит слушаться родителей и решает разбить светофор, который мешает ему идти в школу. Тем временем наружу выпрыгивают мелкие аварюшки, окрашенные в цвета светофора – красный, жёлтый и зелёный. А что вам нужно? То же, что и тебе! Мы не хотим причиняться глупым законам! Рядом с Тимуром всегда находится его лучший друг – пёс Рексик. Встреча с инспектором заставляет друзей отправиться в путь, чтобы найти мудрого шляпа, который поможет починить светофор. На своём пути они знакомятся с разными героями – старым светофором, огнём и зеброй. Каждая встреча помогает мальчику узнать что-то новое. Только мудрый светофор знал короткую дорогу, но теперь его нет. А я знаю, дорогу! Да! Я знаю, дорогу! Сказочные персонажи объяснили ребятам правила не только дорожного движения, но и пожарной безопасности. Когда главный герой решил призвать себе на помощь огонь, тот предупредил, что при неосторожном обращении можно сжечь всё вокруг. Не жалей людей и их селенья! Ребята, мне нужно как-нибудь остановить! Непосредственными участниками спектакля стали и зрители. Артисты выбирали из зала желающих ответить на вопросы и отгадать загадки. Такого знака не существует! Вместе с детьми представление смотрели и педагоги. По их мнению, и тема животрепещущая, и подача интересная. А главное – результативная. Сказку детям проще понять и запомнить. Они всё это видят, они всё это слышат и используют, как бы получается, выступая артисты, показывают на примерах. И дети видят именно зрительно, что это происходит во время этих неприятных ситуаций. Для артистов театра это тоже своего рода вклад в профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому они стараются, чтобы представление было не только увлекательным, но и максимально полезным. Мы были бы очень рады, если бы хотя бы маленький процент детей мы смогли как-то разбудить, дать понять, что это всё непросто, что это действительно важно и нужно думать, когда переходишь дорогу. Как и положено сказке, добро победило зло. Положительные герои доказали, что правила нарушать нельзя. И надеются, что это поняли и юные зрители.